Одна дешевле, другая дороже. Переплата только за дизайн? За несколько дополнительных программ, которые, возможно, и не поданубятся, мы сравним две с виду похожие друг на друга серии, узнаем, что припрятано в 96-й и чем похвастается серия А8. Если поставить стиралки рядом, то в плане дизайна, по нашему мнению, выигрывает более дорогая серия А8. Округлые формы, очень стильное сочетание цветов. Обратите внимание на люк. Углубление закрыто стеклом, что облегчает уход и добавляет свою изюминку в дизайн. Но если не гнаться за стилем хай-тек, то 96-я серия также выглядит вполне привлекательно и аккуратно. Кстати, обе серии выпускаются в различных цветовых решениях. Белый и серебристый с черным, белым или серебристым люком – одним словом, есть из чего выбрать. В отношении степени отжима, вместительности и размеров ассортимент у обеих серий также большой. Напомним, за размеры отвечает шестая буква в названии. У А8 отдельно стоит отметить стиралки с загрузкой в 7 кг и узким корпусом в 48 см. Приборы вмещают в себя большой объем белья, а места занимают немного. Они отмечены буквой H. Есть у обеих серий и все новейшие решения LG. Прямой привод, пузырьковые поверхности барабана, технология шести движений заботы и смарт-диагностик. Обо всем этом мы неоднократно рассказывали в наших обзорах. Переходим к управлению. Основное отличие между сериями заключается в дисплее. У А8 он сенсорный, а у 96 серии – кнопочный. Тут мы уже предоставляем выбор вам, поклонников сенсорного дисплея, ровно столько же, сколько и его противников. От себя скажем, что сенсорный дисплей отлично реагирует на прикосновения, не придется нажимать на кнопку дважды. У 96 серии кнопки также нажимаются мягко. Следует отметить, что дисплей хоть и не сенсорный, но выглядит очень современно. Теперь давайте перейдем к программам и функциям. У обоих моделей есть все необходимые программы, в том числе режим пуховое одеяло для стирки объемных вещей, к примеру, того же одеяло или куртки. Помимо стандартного набора, у серии А8 появилась бесшумная стирка, которая позволяет оставлять машинку, работающую даже ночью, и темные ткани. Стирая в этой программе, можно не беспокоиться о том, что черные или цветные вещи потеряют насыщенность цвета. Ну и у серии А8 в модельном ряду есть стиралки с функцией обработки паром. Они отмечены буквой «С» в названии. Это действительно полезное свойство, поскольку микрочастицы пара проникают вглубь волокон ткани, что позволяет устранить не только видимое загрязнение, но и удалять неприятный запах и различные аллергены. У таких машин, соответственно, есть дополнительные программы. Это гипоаллергенная стирка, в ходе которой под воздействием пара удаляется все частицы моющих средств и программа «Освежить», позволяющая распрямить слишком помятую одежду, удалить неприятный запах, к примеру, костра, придать вещам объем всего за 20 минут только с помощью пара, без порошка или кондиционера. Функции стиралок обеих серий также стандартны. Все кнопки управления ими вынесены на дисплей и сопровождаются индикацией. У моделей с возможностью обработки паром есть соответствующая функция. Паровая стирка, которая применяется для сильно загрязненного белья, постельного или детской одежды, при этом используется меньше воды и электроэнергии. Паровую стирку нельзя использовать для деликатных или легко обесцвечивающихся тканей. Подведем итоги. Обе серии предлагают широкий выбор моделей, как в отношении цвета, так и размера, вместительности, степени отжима. В обеих сериях есть весь необходимый и даже сверх того набор программы возможностей. Основное отличие серии – это наличие в А8 моделей с функцией обработки паром, ну и дизайн. От себя скажем, что эти стиралки относятся к разным сериям, они не могут быть полностью одинаковыми. И лучше потратить время и найти эти отличия, чтобы не переплачивать за ненужные возможности или наоборот, не жалеть, что сэкономили и не купили более подходящую модель.